Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему именно радио? И как оно вообще работает? Я думаю, вы немножечко знаете, что существуют некие FM-волны, благодаря которым вот это устройство может их принимать. И если бы мы с вами его включили сейчас и настроили какое-то определенное радио, из него бы играла та волна, которая транслируется вот по конкретным FM-волнам. Но в чем состоялась сложность этой функции? В том, что тут не было каких-то цифр, чтобы понять, какое радио ты включил. Был лишь вот этот вот ползунок, который нужно было настраивать. И настроив его правильно, ты мог услышать именно ту волну, которую ты хотел. Но что было еще интересно? Так как диапазон там был не очень большой, то выбирая между, например, диапазоном 88,3 и 88,5, играло две совершенные радиоволны. И если вы выстраивая вот эту вот волну, делали это, например, не вкладывая слишком много усилий, могло произойти так, что у вас играло две волны одновременно или появлялись какие-то шумы. И знаете, я думаю, что наше взаимоотношение с Господом — это так же, что нам нужно найти какую-то волну, благодаря которой мы сможем общаться с ним. Потому что если я сейчас бы включил, и здесь бы заиграло радио Energy, кому-нибудь из вас оно понравилось. Кто-нибудь из вас сразу сказал, о, мне нравится эта волна, давайте слушать ее всегда. А потом бы я включил, например, как я говорил, 88,3 — это Retro FM. И некоторым бы из вас тоже бы понравилось, и вы бы сказали, очень классное радио, намного лучше, чем Energy. Но кому-то это бы не понравилось. И то же самое с взаимоотношениями с Господом. Если мы будем копировать чью-то волну, если мы будем подражать и не иметь уникальных отношений с Богом, возможно, первоначально нам будет нравиться. Нам будет нравиться, что наш лидер молится за наше служение, и нам нет необходимости иметь собственное уникальное отношение с Богом. Но со временем придет отношение, что здесь что-то не то. Эта волна, она какая-то вот не такая. Музыка, которая через нее идет, это не то, что мне сейчас нравится. Поэтому, когда я думаю об отношениях с Богом, я бы хотел, чтобы у каждого из нас они были уникальными. Потому что, когда я смотрю на наших лидеров, которые есть у нас, например, на Армены или на Леру Крастяну, смотрю, какие у них за отношения с Богом, они мне нравятся. Потому что они делают это очень мудро. Когда молится, например, Армен, я вот заметил, у него такая есть фишка, он берет какую-то одну тему и уходит вглубь. И вот прям очень-очень глубоко, вот прям. И это очень прям крутые молитвы. Когда молится Лера, она, например, берет какую-то одну тему, но потом плавно переходит на другую, возвращается опять на эту, и в конце у тебя ощущение, что ты промолил все сферы своей жизни, но при этом же у тебя остается ощущение, что ты молился за какую-то одну тему. И смотря на них, с одной стороны, я бы мог довольствоваться тем, что они молятся, благословляют наше служение, благословляют церковь, молятся, например, за второе здание. И не думать о том, что у меня тоже могут быть какие-то отношения с Богом. И когда я думал об этом и размышлял о том, а какие же у меня отношения с Богом, я понял, что у меня есть какая-то своя уникальная черта, фишка, как я общаюсь с Богом. Так как человек я структурный и люблю цифры, и люблю, чтобы все было в порядке, я поймал себя на мысли, что когда я молюсь, у меня происходит это все по пунктам. Пункт один, пункт два, пункт три. И я верю, что каждый из вас тоже должен найти какую-то свою вещь, какую-то свою уникальную вещь, которая будет именно ваша. Чтобы когда вы приходили с Богом, вы не думали, что вы не знаете его голос, вы не знаете, как он действует в вашей жизни, но четко понимали, что именно в эти моменты Бог говорит с вами. В послании к Оринфянам в 9 главе, в 24 стихе написано так. «Так бегите же, чтобы победить, ведь награда одна. Не знаете ли, что все бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». И знаете, когда я думаю и размышляю об этом стихе, я понимаю, что величайшая награда, которая меня может ждать здесь на земле, это мои отношения с Богом. Когда я слышу его голос, когда я проживаю день за днем, и когда Дух Святой что-то говорит внутри меня, я четко понимаю, что это говорит Бог. Что это не мои мысли, что они это какие-то еще, может быть, мысли, которые мне кто-то посылает, но именно в эти моменты Бог обращается ко мне. Величайшая награда, которую я могу получить, это когда я буду приходить в тайную комнату, я буду наслаждаться тем временем, которое я провожу с Богом. И для меня это действительно важно, и это величайшая награда, которую бы я мог получить здесь на земле. Но знаете что? Если кто-то из вас побежит за мои награды, у вас останется ни единого шанса, чтобы победить меня. Вы будете пробовать бежать со мной на перегонки, но та награда, которая принадлежит мне, она достанется именно мне. Мои отношения с Богом — это моя награда. Но также, если кто-то из вас попросит посоревноваться меня с вами и побежать за вашей наградой, то у меня тоже не останется никакого шанса. Не дело в том, что я очень хороший или что-то еще, но для каждого из нас есть какая-то определенная награда. И наша жизнь дана нам для того, чтобы мы смогли получить эту награду, чтобы мы смогли добежать, не остановиться и положить свою жизнь за то, чтобы достичь этой награды. Поэтому хотел бы, чтобы у каждого из вас были действительно уникальные отношения. Вы довольствовались и радовались каждому моменту, который вы проводите вместе с Богом. И круто, когда наши лидеры могут молиться за нас и делать что-то вместе с нами, но каждому из нас также нужна своя тайная комната и то время, которое мы уделяем с Богом. Аминь. И в завершение я хотел, чтобы мы тогда все вместе встали и помолились тогда о двух вещах. Первое, о том, чтобы, если у нас еще нет каких-то уникальных вещей, уникальных отношений, нету того, когда мы общаемся с Богом, это появилось в нашей жизни. Второе, чтобы эти отношения, они увеличивались и улучшались изо дня в день. Возможно, когда-то давным-давно вы поймали волну общения с Богом. Вы поняли, как Бог обращается к вам в вашу жизнь, но этого недостаточно, если мы не будем приходить к Нему и общаться с Ним день за днем. Нам нужно улучшать наши отношения и вкладываться в них. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе в молитве, и мы знаем, что Ты здесь сейчас, Господь, и Ты слышишь нас. Мы, Господь, просим Тебя о том, чтобы у нас были уникальные отношения с Тобой, Господь, чтобы мы четко могли различать Твой голос в нашей жизни, Господь. Я прошу Тебя, что если кто-то еще не знает, какой Ты, Господь, не знает Твоего характера, не может иметь общения с Тобой, Господь, чтобы Ты пришел в Его жизнь, Господь, и показал, с помощью какой волны Ты бы хотел с Ним общаться, Господь. Ты можешь обращаться совершенно удивительными способами. Ты говоришь с нами через Библию, через людей, которых нас окружают, через природу, Господь, даже через фильмы и обычные книги, которые мы читаем, Господь, ты можешь обращаться к нам. Прошу Тебя, чтобы каждый из нас, Господь, нашел, как Ты обращаешься именно к каждому человеку, Господь. Как Ты проявляешь свою любовь, Господь, через что Ты это делаешь. Молюсь Тебя также, Господь, чтобы те отношения, которые у нас есть с Тобою, они не стагнировали, Господь, но развивались. Мы хотим, Господь, знать Тебя каждый день еще больше и больше и больше. Хотим проводить время с Тобой, Господь. Ты сказал, что каждому из нас положена награда, и мы хотим получить эту награду, Господь. Поэтому не дай нам остановиться, Господь, не оставь нас. Пусть наши силы не иссякнут, Господь, и наше желание быть рядом с Тобою тоже никуда не попадет. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.